Запах из подвала, едва открывается дверь в подъезд, буквально может сбить с ног. Непривычному к таким ароматам человеку захочется развернуться и не входить. Но люди, которые живут в этом доме, вынуждены мириться с таким положением дел. В квартирах воздух ничуть не лучше. Добавьте повышенную влажность, от которой плесневеют стены и потолки. Вот микроклимат этого дома. В помещении было очень сыро. В соседнем помещении, когда мы зашли, вскрыли, нашли собственника. Там было где-то по пояс воды. Обратились в управляющую компанию. Нам сообщили, что якобы это грунтовые воды и все в порядке. И проблему вообще никак нельзя решить. Это грунтовая вода, которая поднимается, откачать ее невозможно. Начали разбираться с этой проблемой. Оказалось, что вода там появилась недалеко, как 7 лет назад. И появилась она отнюдь не из грунта, а пришла через общедомовую канализацию. Жителям много лет говорили о том, что виной их ситуации стали грунтовые воды. Но когда мужчины отправились в подвал проверить, что же происходит под домом на самом деле, ужаснулись. Сам я лично спускался в подвал, в резиновых сапогах по поясу, в забродниках. Оказалось, что там не грунтовая вода, но отходы бытовой деятельности человека по поясу. Плавают пиевки, куча комаров. Под ногами что-то всегда мешается, скользкое. То есть там полная антисанитария. Выходит, что в подвалах скапливается болото из отходов человеческой жизнедеятельности. И в этих весьма благоприятных для развития всякой живности условиях в фантастических количествах плодятся насекомые. Комары у нас не прекращаются ни зимой, ни летом. Дети все покусанные бегают. Погулять во дворе тоже невозможно. Комары только успеваем отмахиваться. Но это невозможно. Не на детской площадке, вот детская площадка рядом. Спасения нет. Скажу как мать, я воспитываю ребенка инвалида. У нас постоянные комары в доме. От них не спрятаться, не скрыться. И дверь закрывать постоянно летят с подвалов. У меня ребенок весь искусственный. Это просто вообще уже невозможно. Я здесь заработала то, что у нас такой же подвал. Про что уже говорили. Заработала асму. Скоро приезжает, тоже возмущается. Говорит, как вы здесь живете? Я вот так и живем. Как и многие жители нашего родного города. А я сотрудник аптеки, которая располагается в этом здании. Постоянно запах. Тут говорят про комары. Комары тоже есть. Сильный запах канализации. Влажность. Мухи тоже летят какие-то такие канализационные. Система коммуникации очень старая. С момента постройки дома их никто не менял. Наша семья сюда въехала 25 октября 1958 года. То есть 62 года уже дому. Квартиры в основном были коммунальные. Вот в нашей квартире жило 13 человек. Использовались трубы. В общем-то, будь здоров как. Когда ситуация вот-вот готова перерасти в катастрофу, люди звонят в аварийные службы. Но и те не справляются. Недавно была ситуация. Вот был засор в канализации. Приезжала аварийка. Они бегали, как не знаю кто. Они не могли даже залезть в подвал. Они открывают туда, а там дерьмо. Говорят, мы туда не полезем. Управляющим говорят, а управляющий вообще ничего не хочет делать. И я сама звонила сколько раз. Им бесполезно что-либо говорить. Проблема, она не решается. Дом на болоте со своим микроклиматом и фауной окружен и другими проблемами. К примеру, балкончики, которые рушатся на асфальт. С них сыпется штукатурка. Вот здесь вот во дворе видно вот ароматурь торчит. Точно так же и там. Там большой пешеходный трафик. Рядом находится школа. Достаточно крупная школа. Дети ходят каждый день. И туда, и обратно. Не далее, как вот в выходные, в субботу с утра, обвалилась часть штукатурки одного из балконов, который до сих пор лежит на тротуаре. Ремонт несущих конструкций балкона в дело управляющей компании. Но в данном случае рязанский городской оператор максимально отстранен от решения проблем этого дома. По документам, год назад здесь осуществлен ремонт фасада по программе капитального ремонта. В 2018 году должен был провестись у нас капремонт нашего дома. Это поменять фасад, значит, покрасить, штукатурить, отопление, водоснабжение. Но на самом деле ничего этого не было сделано. Как видите, дом наш опять в таком же состоянии, как в 1958 году. Документы есть на руках у жителей. Но увидеть это может каждый. Ремонтом фасада здесь и не пахнет. Дом представляет из себя букву П с аркой. По фасаду уникальная лепнина. Стоит дом на улице Есенина. И стыдно за то, что на улице Есенина такой уникальный дом стоит в таком состоянии. В сравнении с канализационным болотом и сопутствующими следствиями, тучами комаров, мошкары, плесенью, невыносимыми запахами и влажностью, остальное волнует жильцов чуть меньше. В отчаянии люди обращаются в различные инстанции, пока безрезультатно. На все просьбы к управляющей компании решить как-то эту ситуацию, попросту было отвечено, что спасение утопающих, это дело рук самих утопающих. Вот, мы тут ни при чем. К слову, три года назад, в 2017 году, наша телекомпания уже снимала сюжет об этом доме и заполненных фекалиями подвалах. С тех пор ничего не изменилось. Марина Комиссарова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».